Лев учится в восьмом классе школы номер девятнадцать, но уже сейчас парень понимает, что за здоровьем обязательно нужно следить и не забывать про посещение врачей. Так вместе со сверстниками Лев прошел медицинский осмотр прямо в своей школе. Очень неплохо, потому что получается в платных клиниках это все очень дорого стоит, а здесь вот просто быстренько прошелся и все, и не надо никуда анализировать, дальше ездить, сдавать, это все очень долго, муторно. Научно-исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения региона запустил проект здоровья школьников Подмосковья. Медики проводят углубленные осмотры детей. Буквально за час ребята, практически не отрываясь от учебного процесса, смогут пройти осмотр у различных специалистов. Это врачи, уролог, гинеколог, педиатр, офтальмолог, психиатр, стоматолог, то есть все те, которые входят в линейку профилактического осмотра. Результаты осмотра положат начало научным исследованиям о здоровье и физическом развитии детей региона. На основе полученных данных специалисты смогут составить рекомендации, которые позволят детским врачам Подмосковья своевременно предупредить появление заболевания и оказать необходимую помощь пациентам. Рекомендации, конечно же, будут общие, потому что это будет большой пул школьников, которые мы посмотрим. Пока мы выехали в школу в Медвежьих озерах, поскольку к нам обратилась администрация больницы с просьбой помочь в консультативных осмотрах. А далее, конечно, мы запускаем проект в Московской области по состоянию здоровья детей и школьников. Это очень важный проект, это очень серьезный проект, но очень благодарна Министерству здравоохранения, что мы не с первых начали в нем участвовать. Мы рады такому вниманию нашей школы, вниманию нашим детям, ну вот и вниманию нашему округу в первую очередь. И, само собой, действительно, многие родители ранее задавались данным вопросом, ну вот, и сейчас данный вопрос полностью исчерпан. За один день в школе номер 19 в акции смогли принять участие порядка 100 старшеклассников, однако акция продолжится, и посетить специалистов в учреждении смогут порядка 300 ребят. И ребята и педагоги отметили, что подобный формат осмотра очень удобен, ведь ребенку не нужно ехать в больницу, все необходимые специалисты приедут в школу. Всего же в городском округе Щелково запланировано провести подобную диспансеризацию 500 школьников разного возраста. Продолжение следует...